теперь назовем это уже если это еще не высшее образование это назначение с высшее образование так никогда не пропускаю сообщения хотя бы потому что часто они попадают очень кстати очень кстати они попадают в тему лука нет это так поехали это уже для людей это могут понять люди и со средним образованием и с неполным средним но мы вынуждены этим заниматься потому что адресовать студентам преподавателям потому что они как-то не в теме не говорят что они глупее нас они не в теме вот это вот вы видите абрикос он мертвый выше ниже его я показывал раз есть продолжение этой темы потому что это был в прошлом году прошло еще сколько месяца 8 смотрите вот мертвое дерево снизу от корней пошли победе 1 и 2 сбоку давайте теперь в этом же году рассмотрим казалось бы вот эти два великолепных абрикоса а на бирке написано фаина это фаина и есть давайте смотреть внимательно почему это очень важно я сейчас работаю не для вас елена для вас уже отправил куда его бумажную диски еще будут и электронные насилия материалы которые сделают выбрать дальше можете не смотреть но это самое интересное на свете вещь вы понимаете почему когда наука говорит невозможно а когда уже оказывается возможно она говорит фу химера вот и мне хочется узнали а что такое химера а мне хочет узнали а она правда это самое короткоживущая или можно из нее сделать шедевр вот а я уже не могу я все что мог рассказал не в одном учебнике и в одних этих среди в одних курсах университетских там помните это отрежье нижние ветки дерево продлесло дерево будет более здорово ну это я вот так делал а у них это на полном серьезе вот там совсем другое а мы с вами сейчас такие загадки будем раскрывать вот одна из них вот потому что пришло время последний год два и мне вы мне друзья пишите а вот фотографии а мне уже сотни а я на них не ответил а я коротко не могу извините а там а у меня получится этот самый клон а у меня получится этот самый новый сорт а у меня получится химера черт его знает когда дойдет обладающие в этом нами расскажете а если говоря о реальных вещах вот и так один из примеров после длинного предисловия вот фаина она погибла полностью согласен вот если считать что вот это культурный побег а смотрите что вырос внимание во первых это фотография 31 мая здесь то есть это было сделано семь дней назад так посмотрите на этот урожай сейчас сказать подвой или прямой мы не можем согласны мы не можем мелкие еще вот или химера то есть середнячок например фаина это 890 грамм боджуриц 20-30 грамм а вот это сколько ну например 40 грамм ну 50 тут трудно понять понимаете почему я нажал химера и вот смотрим еще я я не могу долго так как это коротко как хотите можете отключаться вот смотрите если вот этот побег вот второй побег и третий побег это здорово что они они все вроде бы нижние почему я сказал вроде бы допустим культурные вот же культурные плоды не может быть манчжуриц таким ну мечтать и оптимисты скажут а почему нет нахватался от умершей поедет и он стал таким а попробуйте представить себе что вот это дерево вот эта ветка самая толстая это привой выше привыкли а скажите где тогда подвоя шо закопал у но теперь закопал от бога он просто сгнил вероятно 90 процентов 99 что это все таки подвой вот а тогда это кто дал вот в годом раньше он был таким смотрите он был таким я не подставляю другое дерево вот первый урожай два штуки я ходил вокруг я писал это как пушкин а это пушкин айду сукин сын я также также вы представляете я жду чудо теперь вот это чудо будущее и так хочется чтобы они были вкуснее проще чтобы а какая черта химера химера должна умереть она умирать не собирается согласны теперь смотрим может до конца мы с вами теперь вам самое грамотное когда будут тыкать у вас иванов петров всех химера вы скажете химера скажите вы это чудовище с головой шарелева туловище козы хвост змеи и так далее порождение тифона ехидды то есть но спросим помните эти самые скульптуры химера лимс там допустим голова льва а туловище человека а вспомните этого самого кентавра вспомнили туловище лошади а то есть тело лошади а верхняя часть человека вот они химеры но они долго не живут и наконец это уже наука сквозь зубы смотрите сквозь зубы прохимеры они же видишь вот эта реальность но реально же тогда что они говорят пишут ткани могут быть частично слиты вместе после прививки а эти самые наши заклятые друзья помните что это вегативная гумилизация это лошадь нет это лошадь наука и так частично слиты чтобы спортировать единый растущий организм который сохраняет оба типа ткани в одном побеге но это еще хоть это википедия но вы же понимаете тут же ниже будут написано вегативная гумилизация как эти девочки написали те самые которые так полюбили нашу семью железу со скрежетом зубовым поняли уже наука вот теперь вы все про это знаете мы будем живы будем следить за этим делом а следить мы будем уже через два месяца я железа отличаюсь от тех кто учит вот на экране это было это самое да им неудобно нажимать так же назвать другом даже пригласят в эту же телевизионную передачу в виде ведущих железу сергея меня уже поздновато вот припусть приезжаетесь и съемки в моем саду учебные прямо так приехали с москвы за два-три дня нас снимали километра или на санцевинич который язык подвешен вот самое грамотное в красноярске я считаю из этих из ученых из сельхозноуки от пранка вот я так считаю из молодых и молодых так вот в отличие от тех кто ведет эти передачи по телевидению а я их вижу каждый день вот я прослеживаю все это вот они же как посадили страшный дикий этот саженец показали скрыли что у них развалился ком земли что это двухметровый саженец с листьями что на улице лето что они его это сделали вид что он отвернулись показали нам свои зады чтобы мы не видели что ком развалился вот и все это посадили а через месяц через год никогда не покажут вот они научили как убивать деревья а мы с вами будем год за годом месяц за месяц и вы еще будете терпеть через месяц прошел в лесу как поеду а сейчас дикие ветра а у нас третий месяц дикая засуха и и и и